Слава Украине! Приветствую от Полонского! Мы находимся сейчас в Бабемьяру, где проходит церемония, ежегодная церемония памяти жертв Бабьего Яра, то есть людей, замученных нацистами, начиная с 29 сентября 1941 года и до конца 1943, собственно, когда они здесь были в Киеве. Каждый год возлагаются, ну, в данном случае и цветы, и камни, потому что это еврейская традиция, и напоминают людей, которые здесь были замучены, были здесь убиты фашистами. Вот тут представители Равината, будут сегодня представители различных посольств, евреи, воюющие в составе сбройных с Украины с московскими фашистами, которые сегодня напали на Украину. То есть, видите, вот времена, времена меняются, а времена меняются, а вот фашизм остается, потому что тогда немецкие фашисты уничтожали людей, а сегодня вот российские делают то же самое. Что интересно, что сюда приехали очень много украинцев, тут есть целый класс, по-моему, с Белой Церкви приехал, чтобы посмотреть, как это все, что тут. И вот детей, это обычная украинская школа, привезли, чтобы они немножечко имели понятие о том, что такое Бабияр, что такое нацизм, что такое фашизм, и как этого всего в дальнейшем избежать. Еще раз говорю, что, к сожалению, причем на сегодняшний день нам не удалось полностью победить фашизм, потому что мы все видим, что московский фашизм сегодня поднял голову Путин вместо Гитлера. И, собственно говоря, история идет, но она, к сожалению, идет по спирали, и мы все прекрасно видим, что на сегодняшний день верный продолжатель деда, дела Гитлера Путер, продолжает те же злодеяния, которые творил его весноватый предок. Вот, собственно, и все, ребята. Вот так вот, для всех посмотреть, там и украинские школьники, и ямейская школьники вместе стоят. Дети, дети, дети пытаются, дети учат, что такое Бабияр и пытаются извлечь уроки из Бабьего Яра из того, что здесь произошло, какая трагедия здесь была. Людей меньше, чем обычно, понятное дело, у нас сейчас состояние войны, и так всегда приезжали, когда еще до российско-фашистского вторжения было, сюда всегда приезжали очень много людей, и толпа была огромная всегда. Но сейчас военное время, по Киеву летят ракеты новых фашистов, по Киеву летят дроны, и, соответственно, военное время людей меньше. Во-вторых, нет никакой совершенно сейчас рекламы по телевидению, потому что официально у нас любые массовые мероприятия запрещены. Ну, исходя из этого, получается, что людей поменьше. Тем не менее, я здесь видел несколько представителей различных посольств. Может быть, израильтяне будут, еще посольство, сейчас посмотрим, я пока не вижу. Да, уже здесь дети, которые учатся в школе еврейской и украинской школах, обычно что-то здесь присутствуют. То есть мероприятие, скажем так, очень похоже на те, которые были до войны, просто оно несколько поменьше в объемах. А так, все, в принципе, очень похоже.